Друзья, привет! Мы сейчас в Вашингтоне, столице Америки, и мы едем на встречу с Ксенией Собчак. Мы дросли до того, что сама Ксения возьмет у нас интервью. Она здесь встречается сейчас с разными политиками, предпринимателями, и вот она задумалась о том, почему же русские мозги утекают в Штаты, и вот что нужно сделать, чтобы их вернуть. Мы с Ксенией знакомы с 2012 года, она мне помогала с продвижением проекта «Кнопка жизни». Мы поговорим с ней про возможности вообще онлайн-образования, и о том, как русские предприниматели могут в непростой ситуации сейчас в России делать реальные деньги. Ну и забегая вперед, на самом деле мы никуда не переехали. Слово переезд вообще устарело, мы об этом ей тоже расскажем. Мы едем за перспективами, за хорошей погодой. Кстати, вот в Вашингтоне почему жить не хочется? Посмотрите, что за окном. Дождь. Поэтому вот мы будем рассказывать, что нужно жить там, где хочешь, там, где хорошо, там, где тепло, там, где хорошие люди. Вот, и это не принципиально, как страна это называется, принципиально там, где тебе хорошо. Хорошо. Смотрите, будет интересно. Здесь сегодня, в Вашингтоне, я встретилась с предпринимателями, которых знаю уже давно. Это суперкруто, это очень интересно, это как бы новые технологии, которые внедряются в нашу жизнь. Но как вам удается на этом зарабатывать большие деньги? Все хотят нефтяную вышку, а чтобы ее заполучить, нужно много инвестиций, лицензий, и дальше ее постоянно качать, чтобы продавать. Нужны трубопроводы. Вот, чтобы создать онлайн-школу, ты один раз записал контент, и потом через интернет ее много-много раз продаешь, тебе не нужно каждый раз новое производить. У тебя все продается через Wi-Fi. В оффлайне, то есть вживую, у него есть лимит, определенное количество человек, который может работать. А в онлайне у него лимита нет, он может помогать сотням тысяч людей. Мы берем какого-то очень крутого эксперта, может даже из глубинки, ему ставим какого-то продюсера, который обладает интернет-знаниями. И его навык, его способности, его польза масштабируется на всю Россию и на весь мир. Такая жизнь, о которой мечтает, мне кажется, любой молодой предприниматель, жить на Бали и иметь офис в телефон. Мы живем вне стран, нам не принципиальный курс валют. Если я такой вот Василий из Казани, который хочу стать предпринимателем, хочу жить в Лос-Анджелесе, где солнце и работать два часа в день по телефону, то что я должен конкретно сделать? То есть вот мы делая 40 миллионов, мы примерно по десятке вынимаем на себя. Почему я до сих пор не делаю с вами бизнес, ребята? Как мы знаем, многие россияне переезжают на Запад, в частности в США и открывают свой бизнес там. Мне, как кандидату в президенты России, стало интересно, что заставляет людей переезжать сюда, почему условия для работы на Западе они считают более комфортными. А главное, как предотвратить утечку мозгов, как сделать так, чтобы молодые, яркие, талантливые люди оставались в России. Поэтому здесь, сегодня, в Вашингтоне я встретилась с предпринимателями, которых знаю уже давно по инновационному проекту. Очень приятно вас здесь видеть. Здравствуйте. Я хотела бы с вами вот обсудить, почему вы приняли такое решение, почему вы решили переехать в Америку, и почему вам показалось, что здесь бизнес будет вам делать легче в доме? Слово переезд вообще устаревшее. То есть, мы живем там, где хотим. Мы живем в России месяца 2-3, когда тепло, хорошо. Остальное время, вот сейчас мы решили в Америке пожить, потому что мы решили расширяться и решили идти к миллиардам долларов. А здесь такое место благое для этого. Слушайте, но ведь прошло совсем немного времени, как мы с вами встречались. По-моему, это был 2012 год. Я представляла стартап «Кнопку жизни». Очень классный проект, который действительно помогает людям предотвратить какие-то экстренные медицинские ситуации, чтобы сразу получить помощь. Вот, получается, вы за несколько лет развили этот проект? Ну, за это время этот проект существует, у него все хорошо, у нас 20 тысяч людей на обслуживании, спасаем жизни. За это время еще сделали проект «За остров», «Остров на Мальдивах», куда едут люди выживать, как последним героем, только туристический проект. А сейчас окунулись очень глубоко в онлайн-образование и поняли, что все предыдущие проекты, это по сравнению с таким традиционным бизнесом, либо инновационным стартапом. То, что мы видим, самое перспективное сейчас есть на рынке, это вот криптовалюта и онлайн-образование. То есть, ну, мы немного окунулись вот в разные там, то есть, диодная компания у нас была, там, цветочная компания, там, кнопка жизни, инновационный проект. И поняли, что вот, ну, с таким традиционным бизнесом в России немного сложновато, ну, на самом деле. А почему? Ну, много разных причин, там, это причина обычная для бизнеса, и то, что инвестиции нужны, то, что в долги можно уйти, там, ну, ладно, всякие там пожарники ходят, это там оставим. Но есть пространство, где вот россиянин может себя реализовать сейчас. И мы вот почувствовали, что это пространство – это интернет. И мы туда пошли, пошли без каких-то особых инвестиций, то есть, мы не привлекали никого. И получилось сначала на одном проекте, получилось на другом проекте. И вот так вот пошло-поехало, и уже вот много лет этим заниматься. То есть, обычный бизнес, чтобы открыть, тебе нужны инвестиции, там, на аренду помещения, на ремонт. Ну да, вот у вас офис где? В Москве или все-таки в США? У нас офис с телефоном сейчас. То есть, мы управляем телефоном, бизнесом с телефона. И у нас порядка 150 сотрудников, вот на прошлой неделе мы взяли еще 20, то есть, мы очень быстро растем. И у нас все люди распределены, там, от Сахалина до, там, Греции. Ну, сейчас вот как вот слово «переезд» нету, так и слово «офис», оно тоже должно отмереть, потому что эффективнее намного жить в том месте, где тебе нравится, работать. Вот мы реально живем в ЛА, и до этого жили, вот я жил в Сочи, Сергей жил на Бали, мы удаленно там взаимодействовали, и это не мешает. Это такая жизнь, о которой мечтает, мне кажется, любой молодой предприниматель, жить на Бали и иметь офис в телефоне. Ну, мы попробовали, да, вот, на Бали просто немного такие, ну, как бы, чил-скорости, очень такие медленные, релаксовые. И когда в них погружаешься, есть такой лимит времени, когда ты можешь в них пожить. Дальше тебе уже, ну, не хочется этого, тебе хочется как-то расширяться, двигаться, там, еще работать больше. И поэтому мы, собственно, в Штаты и поехали. А онлайн дает эту возможность, потому что, ну, в онлайн ты работаешь, по сути, на Россию, а живешь там в разных странах. И плюс, если ты хочешь запуститься, например, в Штатах или запуститься в Азии, то технологии очень похожи. То есть, интернет такой же, там, Facebook такой же, там, эти лендинги, подписные страницы, автовебинары, я не знаю, знакомые слова немного. Знакомые, даже мне уже знакомые. Слушайте, я знаю, что у вас также есть некая концепция такого интернет-государства. Расскажите об этом и кто обитатели этого интернет-государства, что это за концепция? Это наша мечта, по сути, мы когда начали наблюдать, как мы развиваемся, мы живем вне стран, нам не принципиальный курс валют, потому что у нас клиенты из разных стран, и даже если там в России еще рубль подешевеет, там, относительно доллару, еще там в три раза, нам не принципиально. И наши резиденты, один из наших основных проектов, это акселератор онлайн-школ. И, по сути, люди тоже строят такие же бизнесы, начинают с России и постепенно, постепенно расширяются. А мы как локомотив, вот мы заходим в Америку и, соответственно, тащим своих резидентов сюда же. Вот, и видя, как идут взаимопомощь, как у нас, там, мы независимы ни от политик, ни от экономик, ни от курсов валют, и те люди, которые с нами, мы друг друга обмениваемся сервисами, то есть получается такая закрытая комьюнити, и мы между собой это называем, там, интернет-государством. А можете вот рассказать простым языком для людей, которые просто видят сейчас двух симпатичных загорелых парней, хотят жить на Бали и в Лос-Анджелесе, но пока не знают, как это сделать? Вот можете для них очень понятным языком рассказать, что такое акселератор, что, вот, собственно, суть вашего бизнеса, как вы его... Сначала надо рассказать, что такое онлайн-школа, то есть мы именно на онлайн-школах специализируемся, онлайн-образованием. То есть, к примеру, вот, если бы Ксения Собчак захотела бы делать дополнительно 2-3 миллиона рублей, там, по месяцу, особо сильно не вовлекаясь в бизнес. У нее есть аудитория в Инстаграме, есть аудитория в Ютубе, есть там еще где-то аудитория, и она думает, какой проект, продукт был бы интересен моей аудитории. Там, у меня есть сильный кейс, например, по личному бренду, то есть я могу другим экспертам помогать, там, ну, свой бренд прокачивать. Или там, я беру, умею брать интервью, как это делать, или там, паблик спикер. Да, да, я владею навыками пиара. Я создаю онлайн-школу пиара, например, или личного бренда, записываю уроки, беру, привлекаю кураторов, делаю дополнительные какие-то живые ответы на вопросы, там, например, раз в неделю, раз в две недели. И получается онлайн-школа, за которую люди могут платить, там, например, по 100-150 тысяч рублей, там, за 2-3-месячный курс. То есть, к примеру, если вы захотите консультировать по пиару, вести кого-то, то вы продаете свое время. А если вы записываете курс и выстраиваете инфраструктуру, которая сама обучает, а вы, поскольку только записали, инвестируя один раз время в то, чтобы записать контент, то дальше он работает на вас. И это очень интересно, например, вот, многие думают, что вот аналоги с нефтяной вышкой, все хотят нефтяную вышку. А чтобы ее заполучить, нужно много инвестиций, лицензий, и дальше ее постоянно качать, чтобы продавать, и нужны трубопроводы. Вот, чтобы создать онлайн-школу, ты один раз записал контент, и потом через интернет ее много-много раз продаешь, тебе не нужно каждый раз новое производить. И у тебя не нужно строить нефтепровод, у тебя все продается через Wi-Fi. Ну, это если Ксения Собчак, ей как бы легче же, да, у нее есть аудитория, у нее есть имя, у нее есть опыт, статус и так далее. А вот что делать там, например, какому-нибудь парню из Волгограда, да, скажем, да, вот такой вопрос интересный. Вот что ему делать? Он может попробовать себя в роли продюсера. То есть, если у него есть хотя бы небольшие навыки организатора, он может найти эксперта какого-то, а в России очень много очень крутых экспертов. И тем более, которым там, например, за 50, там, которые в интернете вообще не разбираются. А он со своей молодостью, он там интернете все может, ну, достаточно легко понять, это как бы, ну, они все там сейчас. Но разобраться, как делать маркетинг, как, ну, то есть, привлекать клиентов, как делать запаковку вот этой онлайн-школы, то есть, это вот то, чем мы помогаем. И он находит, например, вот есть такой эксперт Жданов, он сделал, ну, российский ученый, он сделал систему, как там, ну, с помощью упражнений для глаз можно очень сильно зрение улучшить. В оффлайне, то есть, вживую, у него есть лимит, определенное количество человек, с которым он может работать, а в онлайне у него лимита нет, он может помогать сотням тысяч людей. То есть, получается, мы берем какого-то очень крутого эксперта, может, даже из глубинки, там, ему ставим какого-то продюсера, который обладает интернет-знаниями, и его вот навык, его вот, ну, способности, его польза масштабируется на всю Россию и на весь мир. Вот. Ну, круто же. Это суперкруто, и это очень интересно, это как бы новые технологии, которые внедряются в нашу жизнь. Но как вам удается на этом зарабатывать большие деньги? Мы делаем свои онлайн-школы, ну, то есть, где мы там продюсируем, и мы также берем партнеров вот в акселератор, то есть, мы поняли, что, ну, мы не можем просто все ниши делать, каждая ниша – это отдельный бизнес. И мы просто стали привлекать ребят, там, среди них есть предприниматели, среди них есть корпоративные сотрудники, есть вот обычные, там, Вася как раз-таки, ну, которым просто сложнее, потому что у них нету, ну, у них слабые организаторские навыки, но они все равно тоже двигаются. И стали возникать такие продукты, как, например, обучение, как выращивать грибы в вешенке. А, ну, то есть, вы идете в ниши такие? Да, 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 обучение, там, как печь пряники, как приатлонисту, например, там, выиграть марафон. Обычно все начинается с того, ты смотришь и понимаешь, какие знания ты можешь упаковать в курс. Вот, например, у меня началось с того, что мы, когда в «Кнопке жизни» пиарились, мы поняли закон жанра, как делать так, чтобы тебе писал Forbes, там, ведомости, чтобы тебя приглашали на телевидение. И мы с женой сделали курс, как три статьи за 10 дней. И это все выросло в школу Free Publist, где вот мы за два года сделали 5000 выпускников. Соответственно, и дальше, там, вот, к примеру, там, Сергей, он познакомился на Бали с астрологом. И сейчас это один из самых богатых астрологов в мире. У него консультация стоит от 100 тысяч рублей. Сколько выпускников уже? Ну, выпускников под 10 тысяч, да, уже где-то, Дима? 10 тысяч выпускников. Мы посчитали, сейчас это самая большая ведическая школа астрологии в мире получилась. Астролог учит людей, как составлять эти... Как быть астрологом. То есть, Дима учит астрологов, как читать натальные карты. Или, к примеру, вот мы сейчас систематизируем бизнес, мы растем, и нам нужно систематизироваться. И мы начали учиться, обучаться, смотрим, классный эксперт, и у него это в онлайне. А мы сами путешествуем, и нам неудобно в Москве у него учиться. И мы сейчас с ним делаем школу, онлайн-школу по систематизации бизнеса. И вот сейчас мы с вами общаемся, и потенциально вы такие говорите, о, ну я хочу пару-тройку миллионов зарабатывать в месяц, и при этом делиться знаниями. Не сильно участвовать. Не сильно участвовать. Мы такие говорим, о, школа фри поблисте. И обычно вот так все происходит. И вот сидит человек, например, есть там Валентин Василевский, он когда-то заразился, он работал в стартапе, заразился от атмосферы стартапа, и решил после его увольнения начать что-то свое. И думал взять франшизу какой-то ресторанной сети типа Subway. Потом кто-то обратил его внимание на онлайн-образование. И вот сейчас у него крупнейшая школа Таро в России. Он делает там от 3 до 4,5 миллионов рублей в месяц. И вот он что взял? У него был эксперт, с которым он учился соционике. Они начали тестировать соционика или Таро. Оказалось, на Таро больше спрос. И вот мы в акселераторе что делаем? Мы понимаем, что мы рынок огромный, и он очень быстро развивается. И конкуренция там сейчас низкая. И мы сначала пытались все сами школы делать, пока поняли, что невозможно управлять всем. Ну просто, да, стресс такая, паника какая-то внутренняя, стрессовокусировка дикая. Да, и мы поняли, что там 2, 3, 4 школы мы можем делать. Мы объединили с Сергеем, потому что мы поняли, что нужно объединяться, чтобы ускоряться. И поняли, что невозможно себе нишу самому занимать. Поэтому мы берем людей, либо у кого есть онлайн-школы, мы помогаем их, ускоряем. Либо берем тех, кто смотрит, думает по поводу того, сделать ли нам себе школу. И мы берем, обучаем, мы вынуждены сначала обучить, и потом берем в партнеры. У нас сейчас около 500 резидентов, из которых чуть более 20 мы взяли долю уже, соответственно. То есть правильно ли я понимаю, что если я такой вот Василий из Казани, который хочу стать предпринимателем, хочу жить в Лос-Анджелесе, где солнце и работать 2 часа в день по телефону, то что я должен конкретно сделать? Позвонить вам. Вы что, сообщите мне, как нужно, какой курс обучения? Ну у нас есть мастер-класс, где это все подробно рассказывается. Но если в общих чертах, что он будет делать, да, этот Вася, он сначала будет искать эксперта. То есть эксперт должен быть с очень крутой квалификацией, ну реально приносить пользу людям. Вот это очень важно в нашей системе. Потом он дальше должен с экспертом проговорить, как будет запакована система обучения. Потому что в онлайне есть одно сильное отличие от оффлайн-школ, это то, что, и от университетов, это сильная ориентация на результат. То есть ты в онлайне можешь продавать только тогда, когда ты продаешь какой-то конкретный результат. То есть то ли ты будешь научиться там Олли делать на скейтборде, да, там трюки разные. То ли ты научишься там как-то естественному бегу, и у тебя не будут колени травмироваться. То ли ты научишься вращивать и продавать грибы вешенки, или петь, или играть на гитаре. То есть какой-то конкретный навык. Дальше твоя задача, без разницы какой там методологии, сделать так, чтобы люди этот навык получали с высокой результативностью. Вот, и тогда мы как бы продаем вот этот результат. И только тогда это работать начинает. То есть он делает, Вася, правильную запаковку в онлайн-школы, там, да, добавляет где-то живые встречи, где-то уроки, привлекает каких-то дополнительных кураторов, может быть, каких-то экспертов дополнительных, чтобы, ну, обертка интересная была. И дальше делает такую систему продажи. Ну, мы любим делать систему продаж через мастер-классы. То есть там, это иногда просто живые, автоматизированные. И дальше ему нужно научиться рекламировать этот мастер-класс, то есть размещать на разных сайтах. Иногда на партнерских сайтах, иногда покупать рекламу. Получается, у него есть люди на мастер-класс. После мастер-класса там правильная презентация, люди хотят купить, и они покупают в интернете. И я так понимаю, что если вы, дорогие зрители, хотите создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или, в общем, своего эксперта какого-то, которого вы найдете, то вы можете перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться на мастер-класс ребят. Самая популярная ниша – это школа английского. То есть там сейчас много конкуренции. From the bottom of my heart. Да, да, да. Все, я знаю, кому надо написать первое заявление. И у нас вот друг, он недавно, ну, в него инвестировал в Bearing Vostok Capital и по отсылке 100 миллионов долларов. Это вот онлайн-школа английского. Это только вот в России на русскоязычном году. Да, есть вот школа такая Нотология. У них сейчас, так, у них инвестируют с оценкой 60 миллионов. Мордашова фонд. Да, это обучение детей, там, ну, подростков, поступления в вузы, ЕГЭ, и, там, обучение разным профессиям. Да, есть там скиллбокс, который, там, 40 миллионов делает по месяцу, который обучает тоже разным профессиям. Ну, есть мы, которые, в принципе, тоже около 40-60 миллионов делают по месяцу. То есть, есть, там, к примеру, вот Павел Воли, да, то, что просто мне хочется, чтобы, может быть, было... Просто еще, с точки зрения этих денег, просто деньги, они ни о чем не говорят, с точки зрения того вот объема. Вот Павел Воли, я услышала знакомый. Сейчас по поводу Павел Воли, Паша, просто важно понимать, что в онлайне, что обычно от 40 до 60 процентов, это уже дивидендная прибыль. То есть, вот мы, делая 40 миллионов, мы примерно по десятке вынимаем на себя. Вот, это очень приятно. Тогда как в оффлайне, там, вот у меня стадионная компания, там, ну, 4-5 процентов, там, достаешь на себя. Почему я до сих пор не делаю с вами бизнес, ребят? Павел Воли продюсирует наш хороший приятель, партнер, Марат Нигаминдзянов. Они делают 6-8 миллионов сейчас и растут достаточно быстро. Соответственно... Или самутяши он тоже продюсирует, там, за тело, за мозг. Усманова, Катя, он тоже продюсирует, соответственно. И самутяши, там, про здоровье что-то, да? Про тело. Про тело. А по АПАШе, там, стендапы, юмора, там, острота мозга. Вот, и они на это делают, получается, ну, семейно, по АПАШе, там, 2-3 миллиона рублей оттуда вытаскивают. При этом с минимальным участием, естественно, вначале, они записали, иногда проводят какой-нибудь мастер-класс живой, и все. То есть это, ну, такой очень приятный способ монетизировать свой бренд, на самом деле. И особенно, когда есть у вас аудитория, вы ее можете монетизировать через рекламу, но тогда тот, кто дает рекламу, он потом, ну, получает еще дополнительную маржу. А так, если ты продаешь свой продукт, то получается, у тебя, ну, ты экономишь на рекламе, и ты маржу сразу получаешь. То есть у тебя двойной заработок получается. Ну, хорошо, пока я уже не придумала себе 8 мастер-классов, которые можно продавать, у меня уже в голове другие мысли, пока давайте от этого отвлечемся. Расскажите мне последний вопрос. Какие у вас дальнейшие планы покорения Америки? Вот наверняка я вижу по вам, что вы не остановитесь. Что дальше? Ну, мы посмотрели Россию. У России есть, ну, пределы по цифрам. И хотя мы считаем, что это очень хороший рынок, на самом деле, где, ну, низкая конкурентность, то есть, ну, много разных новых продуктов, очень-много, очень, на самом деле, талантливых экспертов среди русских людей, то есть, которые с потенциалом, ну, на мир могут быть тоже. И мы, с одной стороны, ну, мы любим Россию и оставляем этот рынок, ну, себе, и там, ну, будет много продуктов появляться. Ну, в Америке мы видим, что компании за год до миллиард долларов взлетают, да, в Сан-Франциско, например. Ну, и просто в России мы так или иначе уже у потолка находимся. То есть, мы входим в топ-10 игроков рынка онлайн-образования, и мы понимаем, ну, окей, мы, там, в прошлом году сделали четверть миллиарда, там, до миллиарда мы дорастем год-два. И особо игроков выше миллиарда нету, ну, рынок, он будет расти процентов по, там, 16 в год, то есть, ну, там, миллиард 160 миллионов, оно не так уже будоражит воображение, как это было, там, раньше. А то, что мы видим в Америке, в Америке, там, например, у нашей школы астрологии 100 миллионов, соответственно, 100 миллионов рублей, а в Америке мы видим, игроки делают по 100 миллионов долларов. Соответственно, мы выходим сейчас на англоязычный рынок, и мы вынуждены еще строить IT-платформу свою, потому что мы видим, что в онлайн-образовании эффективность выпускников в дисциплине. И мы строим сейчас IT-платформу, такой artificial интеллект, когда человек сидит перед камерой, да, искусственный интеллект, когда человек сидит перед камерой, и камера наблюдает за его физиогномикой, за его реакцией, насколько он вовлечен, насколько у него глаза активны, не зевает ли он, а позевывание, подтягивание – это признаки… – А признаки… – Улетело, соответственно, и идет алерт человеку, который такой, ну, сидит, куратор, инструктор, да, он включается и уже улаживает человека, добавляет ему там знаний, ну, соответственно, понимает, урегулирует, что было не так. Мы, соответственно, вот сейчас простраиваем это, и, опять же, чтобы ускорить свой рост в Америке, договорились с игроками, у которых есть уже 160 миллионов долларов в погоду, Digital Marketer и Survival Life, у них такие компании есть, и, соответственно, мы сначала хотели просто их там заплатить, чтобы они были у нас в эти директоров, а когда мы рассказали вот про эту IT-разработку, показали, что у нас есть, они сказали, ребят, мы готовы у вас инвестировать, нам нужны ваши деньги, мы готовы эти примите, мы сейчас вот ведем с ними переговоры на время того, чтобы они инвестировали в нас. – Слушайте, ну, это мега круто, на самом деле, спасибо вам большое за эту встречу, потому что, ну, как говорят американцы, it's very uplifting, это очень вдохновляюще, когда ты видишь, что есть молодые, яркие, талантливые люди, которые могут вот так построить свой бизнес. Поэтому я бы хотела еще раз поблагодарить Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина, основателей группы компании Excel, они входят, между прочим, в топ-10 игроков рынка онлайн-образования России. Спасибо вам, и надеюсь, что будете время проводить не только в Лос-Анджелесе, но и в Россию приезжать и показывать пример того, да, как можно делать самим вот такой вот бизнес с нуля. Спасибо большое, была рада с вами передаться. Спасибо вам.